Снова привет всем, снова на канале улучшения точилки Apex NG Pro N2XN2, лайфхак 4 и 5. Сегодня модифицируем точилку для того, чтобы использовать всю площадь камня, а не только его середину. Итак, мы открыли посылку с точилкой и провели с ней все манипуляции, показанные в прошлых видео и в сущности точить уже можно, но закрепляем нож, покажу наглядно и давайте посмотрим, что получается. Здесь камень доходит практически до конца лезвия ножа, когда мы точим назад камень ушёл, если мы будем пытаться точить при этом всей поверхностью, то мы уткнёмся вот этим стопором в лезвие ножа и затачивание ножа нужно будет начинать сначала. Чтобы этого избежать, что нужно сделать? Найти нужно 2 вот таких вот пружинки, желательно было бы найти вот такие вот пружинки, но их я не нашёл, а нашёл вот такие. Чем они хороши, что их можно вставить друг к другу, потом поймёте почему. А взял я их из вот такого вот советского насоса для велосипедных шин, если вот кто-то знает где такие красивые продаются, то напишите пожалуйста в комментариях. Итак, берём эти две пружинки, убираем вот этот вот стопор резиновый, вытаскиваем и вставляем их вот сюда. Назад одеваем, назад стопор и смотрим что у нас происходит. Вот дошла до конца и теперь смотрим сюда. Вот я и сказал для чего вот эти вот регулировки. Таким способом вставляя одну пружинку в другую можно как бы настроить вот этот вот размах, можно одну вообще поставить, но я поставил две. Ну вот я настроил пружинку так, что она практически до конца самого камня. Когда я тащил без вот этой вот пружинки, вот к чему привело, видите, середина съедена у камня, а концы остались в порядке, как и были. А сейчас при этой пружинке вот что происходит, вот точу уже долго, но вся плоскость ровненькая. Всё, начинаем точить. Здесь у нас всё чётко, ну и здесь практически до конца, здесь можно ничего не париться, ничего не делать. И здесь, по всей поверхности используется практически весь камень. Дальше вы точите, 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 точите и что происходит? Вот этот вот колпачок бац и выскочил. Чтобы этого избежать, чтобы был настоящий стопор, а не вот такая вот просто резиновая штучка, что сделал я? В одном из прошлых видео я вам показывал ограничитель сверла, вот такой вот стоп-насадку. Их было 7 штук, я выбрал две, насколько помню, восьмёрочка и десяточка. Так вот именно десяточку мы берём и укрепляем на конце резинового стопора, ну и естественно завинчиваем её шестигранным ключом. За счёт резинового стопора у нас есть амортизация, и всё, теперь фиг она куда денется и фиг она куда выскочит. Далее берём вот этот шток и ставим на него ещё один стопор, вот так вот, закрепляем назад, для чего нужен ещё один стопор вот здесь. Первое для чего вы можете его использовать, это то, что допустим вот вы поставили угол, закрепили его и под этим углом в основном точите все свои ножи, разобрали свою точилку, положили её в коробочку назад, а потом как же заточить ещё раз нож, опять вставили и у вас на месте на том же, что и было. Но эта штука может использоваться не только для этого, иногда бывают разной толщины камня, пришёл нам камень ровенький, но толщина камня вот такая вот тоненькая. Мы его ставим, опускаем стопор, фиксируем на этой толщине, зафиксировали, выставляем угол, точим нож, потом у нас попадается камень толще, мы подставляем, а он не влезает. Если мы поставим его толстый камень, то угол заточки изменится. Нам надо просто открутить вот здесь и поставить его на толщину этого камня и опять закрутить. И угол заточки при этом не изменится, т.к. толщину камня мы учли при помощи вот этого ограничителя стоп-насадки для сверла. На сегодня всё, наверное будет ещё несколько лайфхаков по этой точилке, ставьте лайки, добавляйте комментарии и подписывайтесь на канал.